Привет, меня зовут Назар и сегодня я расскажу вам о настоящем райском уголке побережья Коста-Бланка. Деэса де Кампо-Амор, город идеальных пляжей и роскошных вилл, утопающих зелень. Почему это место называют полем любви и связано ли это с самой большой колонией кроликов, обитающей в окрестностях? Об этом и о многом другом сегодняшнем видео. Деэса де Кампо-Амор это небольшой городок в муниципалитете Ориуэла, находится Ориуэлла Коста. Находится он на расстоянии 14 километров от Торревьехи и славится он потрясающими живописными видами, поскольку с одной стороны здесь идеальные бирюзовые воды, чистейшие пляжи, а с другой стороны природный заповедник Сьерра-Эскалона. Ну и конечно же это место идеально для покупки недвижимости. Здесь очень много потрясающих вилл, потрясающих пентхаусов, таунхаусов. И специфика этого места такова, что здесь вы не найдете шумных тусовок, ни каких-то непонятных шумных соседей. Здесь, как правило, отдыхают семьями. Здесь принято отдыхать в очень спокойной камерной обстановке, в единении с природой. И в общем это место чрезвычайно популярно как у приезжих отдыхающих, так и у самих испанцев. Они здесь покупают летние резиденции, летние дома. И собственно здесь можно в разгар сезона встретить и Мадрилениус, и Ликантинус, и мадридцы, и жители Ликанты приезжают сюда. Ну и конечно же наши соотечественники тоже очень полюбили этот потрясающий живописный городок. Одной из особенностей у Дейса де Кампамор являются потрясающие пляжи. Позади меня пляж, который называется Плая де Агвамарина. И в общем-то из его названия можно понять, что это пляж цвета аквамарин. То есть это бирюзовая вода, и все три пляжа имеют такой оттенок. И ценятся эти пляжи именно потому, что здесь происходит невероятное сочетание красного цвета скалистой породы, красного цвета скал, золотистого цвета песка и бирюзового цвета воды. Асуль туркеса, говорят испанцы, про этот цвет бирюзовый, невероятно глубокий цвет. И, конечно же, сюда приходят отдыхать в основном семьи. Здесь отдыхают семьями. Пляжи очень спокойные, чистые, их убирают каждый день. Есть голубые флаги, есть все необходимое для комфортного отдыха на пляжах. Есть пункты первой помощи, есть спасатели. На пляже де Лаглее это еще один пляж, их всего три. Я вам рассказал про Агвамарина. Есть пляж де Лаглее, он побольше. Там есть даже всякие надобные горки, всякие катамараны и прочие развлечения. И есть еще один пляж, это, собственно, бухта. Пляж в бухте Кампо Амор. Тоже очень спокойный. Можно увидеть, что здесь нет большого скопления людей, здесь нет большого скопления тел. Очень чисто, приятно. И один из пляжей Кампо Амор ДДС был выбран для установки специального оборудования для людей с ограниченными возможностями. В следующем году здесь, благодаря тому, что здесь есть большая парковка, кстати говоря, рядом с пляжем есть огромная парковка, вы всегда найдете место, где припарковаться. Рядом с этой парковкой будет установлено специальное оборудование для того, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли без проблем спускаться на пляж. Там будут специальные сидения амфибии, специальные оборудованные души, специально адаптированные раздевалки. И, в общем, это такой проект не только для внедрения на одном пляже. Это место выбрано как самое благоприятное для внедрения. И далее эта программа будет распространяться на многие другие пляжи региона Орио Ла Коста. В общем, пляжи просто великолепные, очень чистые, потрясающее дно, дно песчаное. Есть небольшие вкрапления камней, но дно песчаное. Как раз-таки благодаря таким вот особенностям, как песчаное дно, формируется этот непередаваемый цвет морской воды. Городок Дейса де Кампо Амор часто называют просто Кампо Амор. И переводят на русский язык как поле любви. Вообще говоря, вопреки расхожему мнению, это не совсем корректно. Потому что, во-первых, тогда город должен был бы называться Кампо де Амор. А во-вторых, Кампо Амор это фамилия. Это фамилия известного испанского писателя, драматурга, философа, общественно-политического деятеля. Рамон Мария де Лас Мерседес Перес де Кампо Амор и Кампо Осорио. Такое было полное его имя. И часто его называют просто Рамон де Кампо Амор. Собственно, в честь него и назван этот город. Несмотря на то, что известен этот писатель, в первую очередь, своими какими-то такими романтическими произведениями, он представитель романтизма, его современники характеризуют его как человека довольно-таки деспотичного. И даже с такими немного женоненавистническими взглядами. Но, как мы знаем, история полна иронии. И вот этот вот город, названный в честь этого писателя, был сначала поместьем, которое досталось этому писателю от его супруги, которая его, собственно, наследовала от отца. А первоначально эта земля принадлежала такому британо-американскому геологу, который хотел здесь открыть институт сельского хозяйства. Другая история совершенно. Так что теперь вы знаете, что Кампо Амор – это фамилия. И город называется Дееса де Кампо Амор. Дееса – это как раз-таки луга, поля. Так что можно сказать, что город называется поля Кампо Амора. Сейчас мы находимся в порту Дееса де Кампо Амор. Это очень красивый порт. Он располагает целыми... У него есть целых 364 пристани. И он располагает всем необходимым для обслуживания водных транспортных средств. Это и топливо, и электричество, и вода, и кран, и буксир, и даже сухой док есть в этом порту. Порт очень крутой. Также здесь есть яхт-клуб. Проводятся постоянные регаты. Яхт-клуб был основан в 1965 году. Одновременно с внесением наименования Дееса де Кампо Амор в реестр туристических объектов Испании. Здесь постоянно также проводятся всякие конкурсы рыбной ловли, всякие-всякие мероприятия. И, конечно же, праздники, фиесты морские. Мы находимся на побережье. Конечно же, здесь есть много всяких покровителей, святых моряков, рыбаков. И связанные с этим процессии и празднества тоже происходят здесь. Также есть школа парусного спорта. Парусному спорту могут обучаться люди старше 8 лет. Дети могут обучаться этому спорту. И, в общем-то, есть все необходимое для отличного времяпрепровождения, для починки, для ремонта и просто для того, чтобы покататься на водных видах транспорта. С 2006 года территория Дейса де Кампо Амор и прилегающая к нему территория заповедника Сьера-Эскалона является национальным заповедником. Это, как вы видите, такой сосновый лес. Он очень большой. Территория этого заповедника более 10 тысяч гектаров. И здесь водятся различные животные. Здесь есть белки, здесь есть бобры, есть также рептилии, есть какие-то ящерицы. И, конечно же, кролики. Здесь самая большая популяция кроликов на юге Испании. И они играют важную роль в цепи питания. То есть это очень важное экологическое звено, экологической цепи местной экосистемы. Здесь можно прекрасно провести время, погулять, подышать чистым воздухом свежим. И, что немаловажно, здесь можно поставить машину и сделать пикник. Мы сейчас ехали с оператором и просто поставили машину в тени этого соснового бора. И все прекрасно. То есть машина стоит в тени, воздух свежий, нет какого-то обилия людей. Можно прекрасно провести время. Это тоже делает Кампу Амор одним из таких, пожалуй, элитных мест для отдыха, поскольку здесь можно насладиться природой. И к вам на террасу вашего дома могут прибегать белки, кролики и прилетать какие-нибудь потрясающие птицы. Птицы тоже находятся здесь под охраной. Здесь огромное поголовье птиц. Есть совы. Есть королевские совы. Это такая особая сова. Так что очень классный парк, защищенный на национальном уровне. Очень рекомендую посетить. Камп Амор также славится своей гастрономией. Сейчас мы находимся в лучшем ресторане этого города. Называется он Каса Альфонсо. Дом Альфонсо. Шеф-повар этого ресторана и правда зовут Альфонсо. Альфонсо Эхея. И он сделал этот ресторан, можно сказать, своими руками. И имеет звезду Мишлен. Этот ресторан имеет звезду Мишлен. И он ее удерживает уже 14 лет. С 2005 года. В 2000 году ресторан открылся. И с 2005 года этот ресторан имеет звезду Мишлен. Здесь постоянно происходит обновление меню, поскольку не очень просто эту звезду удерживать. По словам самого шеф-повара, это очень большой труд. Нужно постоянно что-то изобретать, повышать качество приготовления блюд. И что интересно, раньше этот шеф-повар Альфонсо работал в Терревьехе. И потом он решил повысить свой статус, свое мастерство. И выбрал именно Кампо Амор. По его словам, именно здесь, в этой удивительной атмосфере спокойствия и уюта города Кампо Амор, он и смог заняться своим кулинарным искусством. И прийти к таким большим успехам. Меню здесь, конечно же, будет отличаться и по качеству, и по цене от остальных ресторанов. Так, например, меню террасы будет стоить около 40 евро. Это без напитков. Но оно того стоит. Не каждый день и не каждый город может похвастаться таким рестораном. Также здесь есть прекрасный двор. Каждый год он украшается, изменяется. И здесь очень-очень классная атмосфера. Сейчас мы находимся в ресторане La Baracan. Это один из таких интересных ресторанов Кампо Амор. У него целых две террасы. Одна терраса, на которой я сейчас нахожусь, это терраса с видом на пляж. И с другой стороны есть вторая терраса, на которой можно насладиться видом на форт Кампо Амора. Что интересно, этот ресторан – это старейшее здание города Кампо Амор, Дейса де Кампо Амор. Существуют фотографии, по-моему, даже есть в интерьере этого ресторана, на которых это место запечатлено в 40-е годы, 31-й год. В 31-м году датируются эти фотографии. Конечно же, здесь нет никаких построек. Здесь есть только небольшой как раз-таки барак. Слово La Baracan можно перевести как такая простая примитивная постройка. И служила эта постройка для людей, которые работали в поместье Дейса де Кампо Амор. Это было поместье тогда. И называлось оно, по-моему, Дейса де Шанхинес. Могу ошибаться, по-моему, так называлось. И, собственно, в 65-м году только это место приобрело барную стойку. Здесь появился бар. И уже в 75-м здесь открылся ресторан. И по сей день он прекрасно работает, функционирует. Очень популярен. Очень хорошая кухня. Рекомендую вам посетить. Конечно же, такое уникальное сочетание природных компонентов и развитой инфраструктуры делает Дейса де Кампо Амор просто идеальным местом для приобретения недвижимости. И здесь приобретается недвижимость не только для отдыха. Также приобретается недвижимость для постоянного проживания. И, конечно же, в качестве инвестиций. Очень много покупается жилья, потому что здесь можно хорошо его сдавать. Одной из особенностей этого района является наличие вот таких вот таунхаусов, бунгало и, конечно же, вилл класса люкс. Причем виллы существуют с оригинальным дизайном. То есть вы можете найти на любой вкус. Вы можете найти, например, если вы хотите какой-то колониальный дом в колониальном стиле, вы его найдете. Если вы хотите какой-то финский минимализм, мне, например, очень нравится хай-тек, вы можете найти хай-тек. Более того, внутренняя отделка будет неповторимая, это будет эксклюзивная мебель, это будут, конечно же, бассейн, гараж, все сразу готовое для жизни. И также, если вас интересуют варианты такие, как таунхаус, такие, как бунгало, они тоже могут быть элитного класса, они могут быть объединены в урбанизации. Охраняемые, конечно же, с бассейном, с парковой зоной. То есть здесь недвижимость очень такая вот высокого качества. Также есть, конечно же, возможность подобрать и пентхаус с террасой, и квартиру в охраняемой зоне. Такие варианты тоже есть. Когда вы захотите поинтересоваться конкретно вариантами, обязательно напишите мне в любой из мессенджеров по телефону, который появится здесь. Зайдите на наш сайт и посмотрите, какие есть варианты в ДС Адекампо Амор. Я уверен, что вы найдете очень хорошие, очень классные варианты, потому что недвижимость здесь просто великолепная. Также немаловажная деталь. Так как некоторые части муниципалитета Урила Коста находятся под юрисдикцией военного ведомства, вот, кстати, сейчас вам по секрету скажу, по секрету всему свету, оформление сделок с недвижимостью здесь может затягиваться на несколько месяцев, на 3-4 месяца, поскольку военные отправляют ваши справки о несудимости в Барселону, и это занимает дополнительное время. Поэтому вот имейте в виду также, что если вы хотите совершить сделку здесь, то нужно иметь в виду сроки обязательно. Городок ДС Адекампо Амор имеет не только развитую инфраструктуру и потрясающие пляжи и природный заповедник, но и также удобно соединен с остальными частями побережья Коста-Бланка с помощью трассы Н-332 и трассы АП-7. Эта трасса имеет общий европейский идентификатор Е-15. Это большая крупная трасса. Вы можете приехать сюда на автомобиле, также отсюда ходят автобусы. Здесь очень хорошие дороги, нет проблем с парковкой, и здесь потрясающая недвижимость, просто потрясающие дома, виллы. Поэтому обязательно, обязательно приезжайте в Кампо Амор и насладитесь отдыхом в этом райском уголке. Я желаю вам всего самого хорошего, горячий привет из Кампо Амора. До встречи, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok